приветствую друзья да сегодня распакуем сегодня посмотрим на фио x7 первой ревизии ну мне очень интересно давным давно хотел поглазить на данный аппарат ну поехали уже что ли так пришел плеер вот такой вот коробочки born for music and happy можно стереть слои что это оригинал ну то фио x7 не слышал что хоть кто-то подделывал отличный вроде бы как аппарат так что у нас здесь известно 480 на 800 ипс тфт дисплей 195 грамм операционная система android от 397 дюймов так что еще титаниум грей всякие характеристики 304 килогерца 32 бита да вроде все здорово ну давайте уже посмотрим на сам плеер вот он спереди нарисован фио хрс аудио круто вот обычной коробкой вот такая вот совсем простая с надписью фио все достаточно стандартно для всех китайцев описание функциональных элементов кому она нужна вот эта штука вообще не понял зачем ты и и вместе с плеером только видите опасная штука опасно сразу выбрасывать так сам плеер видите да без этой штуки использую чем вот эта штука плоха друзья сразу скажу мне было много фио вообще много разных плеера вот с такими вот пластиковыми бамперами вроде бы как здорово но с одной стороны но это пластик самый дешевый самый обычный то есть посмотрите металл все удобно все шикарно лежит в руке приятно пользоваться или вот эта штука вот такой штукой я фио обычно брал куда-то на отдых куда-то в отпуск не знаю чтобы вот так вот бросить и не волноваться что потом этот чехол снять и выкинуть а выкинуть его через какое-то время придется потому что вот здесь вот постоянно где-то он начинает лопаться через два-три снятия поэтому я его снял и положил отдельно вот такой чехол не на простой мне больше нравились даже силиконы чем вот такой задний папер с другой стороны если действительно просто бросать в сумку да нормально так никаких них лястика ничего нет то есть руками все раздирай может она так и не было может и было аппаратик прислал мне хороший человек из города орла так что я не покупала никто мне его не давал но смысле из магазинов обзор будет максимально честно и ну собственно как всегда у нас бумажка с надписью как поменять усилки здесь идет друзья из коробки усилок а м 02 что же у нас еще в комплекте есть это коаксиальный кабелек совсем обычно кабель для зарядки стандартный для фио по моему у x5 второй ревизии точно такой же был микро юсб отвертка для того чтобы менять усилителем сменные если вдруг вы докупите какой-то другой и инструкция по эксплуатации наверное или что это такое сам аппарат друзья давайте его включу почему-то кнопка включения находится вот под этим пальцем не очень удобно кнопки все металлические ничего не скрипит не лифти то есть сборка на уровне каких-то топовых смартфонов кнопка включения качель громкости тоже неудобно хотя кто из них громкость не очень понятно так с первого раза возможно вот это перемещение по меню это громкость не знаю друзья но кнопочки не все удобно расположены хотя вот тут вот нормально здесь было подобно сверху кнопка включения вот эту перенести наверх было бы здорово здесь также все удобно ну дошли наконец-таки кого он делала такое управление уже давно это было очень удобно всем людям нравилось и вот наконец фио начали делать более-менее адекватно что-то сделали симметрично две кнопки 2 2 качельки два переключателя все рифленое такое все здоровская снизу t5 можно снимать усилитель я усилитель снимать не буду потому что у меня другого нет и аппарат не мой так что не буду особо экспериментировать сверху вот здесь наверное bluetooth вай фай антенны поэтому это пластик здесь металл горб горб такой прям внушительные видно но с другой стороны когда пользуешься нормально когда в карман засовываешь тоже нормально поскольку если вот так вот засовываешь да может что-то цеплять вот так все нормально ничего не зацепит все отлично одна карточка micro sd сзади ничего спереди экран вот здесь такое ощущение что камера да ну какой-то датчик здесь есть наверно вырез пленочка наклеена сразу индикаторный светодиод красивый чай не включил давайте включим светодиод красиво пульсирует можно отключать кому это не нужно что собственно известно друзьям кпу то есть процессор rk 3188 слабенький конечно процессор не скажу что все будет прямо летать вообще все жестко до 1 гигабайт оперативной памяти 32 гигабайта внутри система android скорее всего шестерочка вот не вижу на глаза не попадается цап и с 9018 с вот тачскрин вот android 4 даже написано но по моему побольше постарше android уже допилили фильм сейчас посмотрим вот так вот выглядит интерфейс разблокировали изначально когда вы только купили данный плеер у вас будет фил марки то есть стандартные андроидные фишечки здесь можно включить вай-фай настройки плеера посмотреть кстати сверху вот линейный выход с коаксиальным снизу у нас обычный выход под наушники и микро юсб вот все есть перевороты из придив может быть доп где 2пи очень много давайте высоко поставим очень много разных настроек прям нереально много есть баланс еще наверное скорость воспроизведения было бы очень здорово но с другой стороны сюда можно поставить любой плеер аудиокниги например для обычного плеера использовать обычный для аудиокниг использовать какой-то аудиобук плеер это android дает очень много приятных возможностей но давайте посмотрим о планшете player считает себя планшетом к сожалению модель x7 версия android 5.1.1 ну да вряд ли обновиться ось может быть но очень-очень вряд ли вроде бы как тут прошивка последняя номер сборки 330 язык как видите сразу изначально русские аккаунты все все очень хорошо в принципе здесь можно использовать как сам android так и переключиться на собственно чтобы был только плеер то есть плеер становится оболочкой но не знаю кому это нужно мне кажется android лучше но говорят когда переключаешься на сам плеер быстрее все работает вот так вот выглядит хайби мюзик наверное сейчас это фио плеер ну вот они очень-очень схожи отдельно здесь включается воспроизведение по папкам я уже все отсканировал ну мне на самом деле понравилось давайте включим какую-нибудь композицию есть отображение вот здесь вот пульсирует видите потихонечку можно отключить но мне пульсация нравится но так вот это все выглядит все функции в принципе под рукой есть эквалайзер можно удалять файлы папки можно делать все что угодно друзья можно даже скачивать с торрента в себе музыку например вы поехали куда-то забыли карту память или вышел новый альбом включили сотовую связь на телефоне раздали интернет здесь при помощи торрента скачали новый альбом послушали насладились короче возможности очень много также здесь огромное число так не здесь то добраться я пока еще не разобрался друзья его включил один раз сделал полный сброс и собственно сейчас мы с вами смотрим чуть чуть послушал буквально минут пять совсем мало так как же выйти здесь в боковые настройки пока не понимаю а вот здесь вот находятся боковые настройки до настроек много есть пульт управления усиление некрасиво конечно он открыл баланс каналов звук по умолчанию возобновления воспроизведения по папкам вот я включил по умолчанию почему-то выключено хотя воспроизведение по папкам полезная штука максимальная громкость 120 пунктов абсолютно мне не понятно почему 120 процентов 100 и стоит вайпер fx мне вайпер fx не нравится я считаю что вайпер fx не нужен но это приблуда для андроида для смартфона для того чтобы хоть как-то улучшить звук есть много приятных каких-то эффектов можно их повключать много людей их начала устанавливать на свой плеер и купили собственно такую базовую версию установили вы можете к лазере полазить компрессор кому нужен компрессор я не знаю потому что мастеринг уже на всей музыке сделан делать пост мастеринг еще один но не знают вайпер бас аналог x можно типа сделать более аналоговый звук но более аналоговый звук можно добиться только при помощи искажений то есть внести искажение звук будет хуже но на ухо будет восприниматься получше какое-то время назад я уже делал обзор этого вайпер эффекта в принципе нормально но не лучше реверберациям есть какой-то дифференциальный сараунд сараунд это звук вокруг spectrum x station не даже не знаю что это такое друзья много разных функций можно поиграться на мой взгляд это не более чем игрушка а приложение выход очень сильно похоже кстати на хайби я даже поначалу подумал что это хайби нет не хайби вот в хайби то же самое есть нажимаешь снизу он выдвигается но здесь другой немножко подход видно сверху что а м2 что я могу сказать друзья вот так вот на первый взгляд брусочек достаточно большой но вполне удобный громкость давайте посмотрим где громкость нет это переключение треков громкость неудобно вот здесь вот находится ну выглядит симпатично надо будет послушать на максимальной громкости здесь установлена м2 м2 этого на что мюзис 0 2 этот стоит усилитель ну послушаем посмотрим лучше вроде чем м1 проще чем м3 то есть в этом плеере есть свои плюсы в плане того что можно еще пожонглировать усилителями и подобрать звук под себя без усилителя у вас есть только линейник и коаксиальный выход то есть если вы купите чисто бодить тушку на и бы продается она достаточно недорого можно купить тушку и докупить себе отдельно усилитель на можно купить вместе собственно потому что отдельный усилитель что-то там от 100 долларов начинается на том же и бы им ну есть обложка альбома друзья но это android здесь есть вообще все если вам не нравится стандартный плеер можете поставить там хайби мюзик или какой-то свой другой bluetooth здесь также можно куда-то передавать музыку делала на друзья я музыка и вот этими беспроводными сервисами не пользуюсь я люблю скачать себе то что нужно и потом слушать но функционал тут есть а поэтому как бы нет границ можете делать все что угодно в принципе по распаковке все вот такой вот плеерок достаточно любопытный будем слушать будем говорить немножечко смущает что здесь android но посмотрим в принципе экранчик хороший раньше цветной давать еще не другое здесь запустим мальджи посмотреть тут тоже обложка такая никакая особо ярких обложек наверно и нет он чехлом кто не слушал рекомендую такой вот мужичок достаточно интересная музыка нестандартная бамба ну что могу сказать по экранчику выцветает конечно но принципе нормальный экран то есть и в те они без особо это сильно так и не обещали обычный средний экранчик сенсорный сенсор откликается быстро в принципе таких прям больших подтормаживаний не вижу да есть вот так вот нажала но через какое-то время только открылась но нормально смущает что здесь надпись о планшете но это тоже скорее придирки фио market вроде бы как тут можно поставить обычный маркет есть файловый менеджер все все есть в принципе можно все установить друзья все на этом заканчиваем распаковку фио x7 первого поколения будем слушать ждите полного обзора ставьте лайки пишите свои комментарии может быть у кого-то есть какая-то не знаю какое-то мнение какая-то просьба которую реализуем в обзоре все всем спасибо всем пока пока подписывайтесь рекомендуйте канал друзьям это был фио x7 первого поколения надеюсь достанем и второго все пока пока